друзья всем привет еще осенью прошлого года начал записывать это видео была цель сделать отделку фасада так как на стенах плиты осп и конечно лучше закрыть чем быстрее тем лучше забегая вперед скажу что ничего и не успел если кто помнит то зима наступила в прошлом году молниеносно в общем давайте расскажу в этом видео как я выполнял монтаж фасада в моем случае это фасадная плитка хауберг от компании техникой материал уже зарекомендовавший себя за многие годы поэтому это видео будет полезно тем кто самостоятельно решит монтировать эту плитку давайте начнем поэтапно от подготовки до монтажа наличников на окнах постараюсь рассказать все нюансы которые встретились мне во время работы также покажу три способа монтажа хауберга так что давайте начинать во первых так как у меня каркасник с вент зазором то желательно закрыть сеткой от мышек вент зазоры снизу лучше это делать до начала монтажа фасадной плитки так как потом подсовывать сеточку совсем неудобно кстати это касается и отлива по контуру но его подсунуть гораздо проще я пока делал без него так как хотел побыстрее закрыть фасад и уже не было времени первый способ монтажа самый идеальный это когда есть помощник или два это говорю я естественно если сами решили делать монтаж они нанимая строителей пока помощники чистили плитку от защитной пленки не забывая перемешивать плитку между собой я заканчивал подготовительную работу первый ряд по классике начинаем со стартовой полосы для этого просто отрезаем кирпички и полоса готова делается это для того чтобы пространство между кирпичками на первом ряду имела заполненность иначе будет видно о сп первый ряд важно начать ровно монтировать иначе потом рисунок будет кривой мы просто ориентировались на низ осп плит но я заведомо проверил ровность монтажа осп вот что называется важно каждый этап стройки стараться делать ровно иначе маленький косячок на начальном этапе может впоследствии привести к большим проблемам а если сделан ровный каркас смонтированы ровно плиты осп соответственно и финишную отделку удастся сделать проще и без ненужных подгонок и ненужных подрезок за один рабочий день мы втроем подготовили и смонтировали одну сторону фасада один бил пистолетом один придерживал и один подносил после подготовки монтаж идет очень быстро далее покажу вам второй способ к сожалению помощники были у меня всего один день далее сам в одного досталась мне самая длинная сторона начало такое же готовим стартовую полосу обращаем внимание что ее также необходимо подрезать по длине чтобы клеевые слои не попали на шов так как придерживать некому то в качестве придерживателя был строительный степлер сначала монтировал на него далее убеждался что вся линия ровная и затем уже пробивал все гвоздями потому что если закривили немного то потом отрывать от гвоздей не очень удобно хоть и в принципе возможно но это дольше и перерасход гвоздей сторона длинная поэтому продолжать со второго ряда лучше от середины стены к краям иначе вертикальный шов может убежать на 1 2 миллиметра на маленькой стороне это будет незаметно а вот на большой может накопиться достаточно большое расхождение вообще конечно лучше не торопиться контролировать горизонталь и вертикаль каждые пять рядов тогда будет возможность немного скорректировать монтаж к сожалению закончил сторону только этой весной так как я говорил выше наступила зима работа там оставалась на один день и вот осталась одна сторона кстати в этом году пришлось обзавестись новым компрессором так как предыдущий был у меня во временном пользование которая закончилась видел есть уже без масляные и бесшумные сейчас они стоят адекватных денег поэтому решено было взять такой работает также только тихий и так третий способ монтажа без помощников и без степлера этот способ можно использовать если уже поработали некоторое время и глаз уже набился также четко ровняем первый ряд и погнали верхние ряды помогала жена подавала то пистолет то материал это значительно ускоряет монтаж имейте ввиду подрезать лишние торчащие куски плитки лучше ряд за рядом иначе потом они наслаиваются друг на друга и придется подрезать сразу толстую пачку ножом это делать уже очень неудобно но я нашел выход из этой ситуации для этого использовал сабельную пилу и дело по подрезке пошло настолько быстро и просто что теперь я думаю только так и буду делать видел что кто-то использовал для этого болгарку представьте что было с болгаркой и совсем что окружает рабочую зону в общем не перестаю удивляться насколько иногда полезно в сабельная пила также подровнял все углы для того чтобы уголок стал как положено в инструкции указано что монтировать углы необходимо саморезами но они слишком заметные я решил попробовать бить на финишные гвозди процесс быстрый а крепежа не видно от слова совсем если будет отходить со временем то добавлю внутрь клей пены тогда их точно уже не оторвать дело уголки встык они внахлёст оказалось так красивее стык потом замажем герметиком или еще чем-то кстати аккуратнее работайте с инструментом поставил палец рядом с нейлером гвоздь не пробил металл уголка и встретился с большим пальцем прошив его насквозь благо ничего важного не задел как бы я не хотел но доделать сторону пока не получается так как нужно установить дверь чтобы понимать высоту дверного проема можно рассчитать но я не буду рисковать благо монтаж идет быстро давайте покажу как облагораживается окно с помощью металлического наличника это окно простое без отлива так как она под крыши для начала все замеряем далее делаем добор с дополнительным запениванием у меня подходящей толщины оказались кусочки дсп можно использовать досочки осп и так далее после того как выставлен необходимый размер проема укладывается плитка снизу и сверху решил сделать располагая плитку цельными кирпичиками лежа а по бокам половинками прикручивал их саморезами с пресс-шайбой делать это надо если у вас глубина до окна больше ширины наличника иначе все должно закрыться наличником и этап с плиткой можно пропустить далее устанавливаю наличник сначала снизу зафиксировав на финишной гвозди затем боковые части с нахлёстом на нижнюю подрезаем все ножницами по металлу в конце монтируем верхнюю часть с нахлёстом на боковые получается в итоге вот такой законченный вид окна на этом видео думаю надо закончить так как хочу показать в следующем видео уже финишную работу также хочу показать как монтировать немного другие наличники покажу как ставить отлива и возможно начнем закрывать цоколь так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео и подписывайтесь на канал в телеграм там снимаю короткие видео о ходе стройки в комментариях задавайте вопросы комментируйте процесс материал и так далее если видео понравилось то ставьте лайк и делитесь с друзьями ну а я с вами прощаюсь спасибо за просмотр и до новых встреч